Сегодня я решил сделать шнек для экструдера, для филамента, для изготовления его на ТД принтер и решил попробовать, думаю если будет получаться, сниму видео, сейчас расскажу как я его сделал, смысл в чем сделал я его на таком станке токарном, на своем, но у него по паспорту получается можно резать резьбу всего лишь 2 мм шаг, больше не получается, как бы шестер не позволяет, переставить шаг на больше, но идет большое передаточное соотношение и получается шестер не ломает, очень сильно большая нагрузка на них, потому что здесь надо на винстом, который тянет у нас каретку, большое количество оборотов чтобы было на вот это расстояние и получается большая нагрузка идет и шестер не ломает, я уже вытащил такие с металла новые и решил попробовать чуть-чуть наоборот, короче не двигаться, пешком крутить это все, а крутить шуруповертом, взял получается к винту, цепанул шуруповерт и шуруповертом это все крутил, можно конечно это делать все резцом, но резцом гораздо дольше получается и смысл в чем, если металл крепкий, каленый допустим или еще какая-то фигня крепкая, то резец не возьмет, будет очень тяжело, поэтому болгарка самый простой вариант, она и быстро съедает это все, можно быстро сделать, и плюс можно любую сталь взять и с нее сделать очень хороший качественный шнек, что здесь у меня в принципе сделано, получается я положил тряпочку сюда, чтобы не летел абразив на сам стол и получается прижал это все магнитами прилепил, во-первых на магниты стружка летит, хорошо меньше разлетается и во-вторых тряпка держится, дальше вместо резца получается я просто зажал кусок алюминия пластину, это радиатор там с теликом был, короче я здесь кусок обрезал, просто по-быстрому сделал, прострелил дырку и зажал свою болгарку, вот определенным углом, угол конечно все это на глаз, все сделано, никаких расчетов, ничего здесь у меня здесь не использовалось, и получается вначале быстро все выбрал, а потом уже на маленьких оборотах, здесь у меня вот регулируются обороты на болгарке, защита плюс стоит, чтобы если вдруг закусит что-то или выбьет, то она с обороты защиты отключается, очень удобно, болгарку расположил я сверху, получается диск у нас крутится сюда, и если где-то что-то закусывает, ну мало ли, то диск кверху поднимается, ничего страшного, снизу делать ее нельзя, потому что диск будет закусывать на вал, и будет сильно бить болгарку, поэтому лучше сверху, если что, она приподнимается, и не закусывает ничего, дальше что, в принципе ничего сложного нету, этот вал крутится, крутится патрон, сейчас я это все покажу по-быстрому, чтобы на телефон не налетело, закусывает на телефон не налетело, еще можно было резко проверить, но не закусывает, что это просто, это все просто, как-то белое такое, но если есть, так же, не так, что это просто, наверное, как я оцепляю, как я прохожу, то я думаю, как я готова вернуться, как я вернулась к этому, Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Вот так получается, сейчас покажу поближе Вот такой вот получается у нас срезик неплохой Здесь у нас углубление идет, потом у нас на возвышение все идет И потом три витка я сделал вообще просто прямые Получается у нас он разбит грубо говоря на три части Первая часть это загрузочная, где у нас пластик поступает Вторая часть это у нас идет сжатие Пластик начинает сжиматься и прижимается он к внешнему цилиндру Где у нас происходит нагрев Пластик легче плавится все из-за того, что прижатие идет плотное И плюс все пустоты, начинают пузырьки выдавливаться опять же в эту часть Потому что здесь плотней, они не идут, они идут в более, где больше пространства И получается пластик у нас более качественный на выходе И плюс вот эта часть считается дозирующая Чтоб пластик шел более равномерно, чтобы давление было одинаковое Ну вот так вот получилось Кому в принципе интересно, как сделал у меня экструдер Очень легко тоже сделанный он У меня только, правда первое видео выложено со сверлом по дереву Но как я этот соберу, обязательно выложу именно готовую версию с вот таким вот шнеком Думаю должно получиться очень хорошо Кому было это полезное видео, ставьте лайки Подписывайтесь на канал Буду еще выкладывать интересные видосики Может кому-то что-то понравится и пригодится Всем пока!